Еще более красив и величественен наш город, если пролететь над ним, например, на Большом Воздушном Шаре. В Петербурге создали прототип воздушного шара для Федора Конюхова. Знаменитый путешественник планирует совершить на нем полет над всей Россией, не только над Петербургом. И, возможно, даже отправиться в кругосветку. На какой стадии сейчас находится разработка и как ее оценил сам Федор Конюхов, знает Ксения Сотникова. Ксения, доброе утро. Тебе слово. Доброе утро, Петербург. Я сейчас нахожусь сразу в двух реальностях. Обычной и виртуальной внутри гондолы воздушного шара. В ближайшем будущем интерактивная модель станет вполне реальной. Это разработка ученых Петербургского политеха специально для Федора Конюхова. Совсем скоро знаменитый путешественник пролетит над Россией на аэростате. Все подробности сегодня узнаем у Алексея Боровкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, насколько знаю, при проектировании гондолы учитывали не только лучшие практики, но и опыт полетов самого Федора Конюхова. Да, безусловно. Несколько лет назад Федор Конюхов установил мировой рекорд, облетев на воздушном шаре вокруг земного шара. Соответственно, сейчас поставлена задача, но мы со всех сторон слышим про импортозамещение, сделать разработку в России полностью как шар, так и, конечно, гондолу. Давайте передадим шлем разработчику и наглядно покажем, как все работает и как устроено внутри. Одна из задач как раз была пригласить Федора Конюхова для того, чтобы он мог посмотреть, вот взять в руки лестницу, кресло, стол, то есть все ли ему удобно. Он садился на кресло, ну и, соответственно, делал все необходимые операции. Ну и, соответственно, вот он должен промоделировать все те режимы, в которых он находится при перелете, в данном случае от Мурманска до Чукотки. Ну вот Федор Конюхов сам опробовал новый аэростат с помощью технологии виртуальной реальности. Какие его впечатления? Ну, его впечатление очень хорошее, потому что до этого было традиционным путем. Изготавливалось гондолов, и потом он уже ее пробовал, ну, то, что называется, натурные испытания происходили. А здесь нам очень важно было, чтобы, ну, во-первых, у него есть свои характеристики, рост и так далее, удобство дотянуться рукой. Поэтому он должен был попробовать все, что он будет делать в полете, соответственно, виртуальной реальности, для того, чтобы мы не обшиблись на какие-то, не знаю, 10-20 сантиметров, которые будут критическими, будут приводить к тому, что ему нужно делать лишние движения. Как давно вы сотрудничаете с Федором Конюховым? Я, насколько знаю, это была его просьба и инициатива создать вот такую гондону. Ну, сначала была инициатива студентов политхинического университета пригласить Федора Конюхова, и был полностью заполнен актовый белый зал наш, для того, чтобы с ним иметь возможность пообщаться и чтобы он мог рассказать о своих известных путешествиях. Потом, естественно, было и рабочее совещание, на котором мы наметили ряд проектов, которые он расставил приоритеты, в первую очередь целесообразно было бы реализовать. А вот какие новые передовые технологии удалось внедрить при проектировании? Ну, в первую очередь, я бы сказал, это цифровое проектирование, моделирование, потому что здесь достаточно жесткие требования как по безопасности, нужно многим требованиям удовлетворить, так и вот по комфорту. Все ли уже готово, когда фактически соберут этот аэростат и запустят его в небо? Ну, фактически, с точки зрения проектирования, то, что называется в цифре, практически все готово. Ну, и мы рассчитываем, что за февраль месяц как раз будет изготовлена гондола, и дальше уже, в зависимости от планов, там, метеоусловий и так далее, и так далее, будет намечена дата старта полета из Мурманского на Чкотку. Спасибо вам большое. Добавлю, что сейчас ученые Петербургского политеха работают над еще одним проектом для другой экспедиции. Разрабатывают модель паралета, на котором Федор Конюхов отправится к Северному полюсу.